друзья всем привет вы на канале candy inside и сегодня у нас гостях сергей сергей у нас иммигрант который приехал буквально полгода назад из россии да значит он сейчас расскажет нам свою историю мы поспрашиваем у него вопросы сразу скажу то что сергей приехал не один а с супругой и с ребенком в общем друзья кому понравится это видео лайк подписка колокольчик и комментариях заставляйте поехали так друзья этот на самом деле видео первый раз у нас на канале такого формата да это можно сказать иммигрантская история да сейчас сергей расскажет вообще сергей расскажи давай давай не так давай я тебя я тебя и вообще вас поздравляю с так сказать с приездом на то что вы решились да вот на такой шаг и иммигрировать другую страну расскажи пожалуйста как расскажи пожалуйста как вообще вот эта идея появилась каком году она появилась почему именно канада вас заинтересовала сидели каким-то одним по моему зимних вечеров на кухне ну решили что неплохо было бы где-то попробовать свои силы где-то в другой стране кроме россии и начали просто перебирать варианта чтобы можно было бы такое сделать ну что как как вообще можем при куда-то попробовать поехать приехать и решили что наверное с помощью моей работы мы можем переместиться туда и начали смотреть какие страны какие вообще кто где где же можно где нельзя где лучше где мы пришли к выводу что наиболее наиболее понятный наиболее наиболее такой прямой и путь и наиболее такого хороший удобный стран для жизни так она скажу в каком году вот это вот идея появилась сама идея появилась 2018 в восемнадцатом году до сразу скажу я уже сергеем пообщался и он опять же у него тип иммиграции именно через работу да то есть получается он и по своей квалификации сейчас расскажет нам про свою колик квалификацию чем он занимается он имя через работу начал искать себе работодателя и через него оформлять как я понимаю весь пакет документов скажи расскажи пожалуйста подписчикам чем вот ты занимаешься какая твоя профи профессия ну по образованию инженер в компании по производству столешницы скан в основном столешница камни обработка собственно моя работа заключается в том что я должен сделать замер столешницы и подготовить чертежи для производства да в общем чертежи и полный замер размеры да очень подогнать столешница под это пообщаться с клиентами выяснить какие-то детали такая работа инженер скажи сколько у тебя опыта в россии сколько у тебя опыта в этой сфере было эту работу наверное в 2012 году под обращать опыт большой достаточно большой ощутимый да расскажи вообще саму историю иммиграции да с чего ты начал как она у тебя шла вот именно в канаду вкратце ну вообще началось все с того что мы решили я решил найти найти работу на работу найти работу в канаде я еще на тот на момент поиска работы наше окончательное решение о том поедем мы не поедем она еще не сформировалась я искал по сути работу просто ради поиска работы я хотел хотелось ну хотелось какой-то ну скажем так получить работу получить опыт работы за рубежом же вот в итоге в итоге поиска это работ поиски я работаю скал через интернет то есть находил компании работ занимающиеся тем тем же самым работающий в той же сфере рассылал свое резюме и ждал какого-то отклика в итоге это закончилось тем что нашел работодатель который просто предложил мне не какую-то не удаленную работу не что-то а именно предложил мне приезд приедем он согласился на оформление он предложил приезд мы какое-то время взяли паузу на обдумывание не очень долго обдумывали решили что данный наверное готова приедем и начали дальше мы начали ну сказали окей мы готовы и дальше начался процесс вообще поиска информации сбора документов для того чтобы чтобы сюда попасть процесс достаточно сложный он заключается в том что работодатель сначала должен оформить разрешение на наем иностранного работника дальше если мы это разрешение выдает государство работник должен оформить разрешение на работу соответственно дальше уже ну а форме на основании этого разрешения уже оформить визу процесс достаточно сложный достаточно длительный мы изначально решили что будем пользоваться услугами адвоката иммиграционного консультанта адвоката адвоката или миграционного иммиграционного консультанта и вы нашли его ну на нашей стороне да уже на нашем плане в канаде дома когда столкнулись с тем что нужен нужно найти такой человек иммиграционного консультанта в общем вся информация сводил с того что этот человек должен быть на стороне канады в плуге адвоката наверное обошлись нам в районе в районе 3-5 тысяч долларов точнее наверно окей до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 тысяч долларов трудно потому что много 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 параллельных каких-то трат по ощущениям в районе 5 тысяч это очень замечательно на самом деле я не знаю вот ребята напишите пожалуйста комментариях это вообще адекватная сумма или неадекватная да потому что ну я не знаю что сказать вроде как кажется дорого а вроде как и ну за вас все делают все заполняют на все все бумаги и гарантирует что правильность исполнения документов есть это тоже на самом деле очень важно потому что канада ставит очень-таки жесткие меры если где-то там ошибиться вас просто пакет завернула и отправить назад ты сказал что у вас был отказ давай вот углубимся вот в эту тему по какой причине у вас был первый отказ цельной причины которая стояла в документах там было сказано что офицер не поверил нашим намерением не поверил тому что мы вернемся в россию после окончания действия канадской визы а это официальная причина отказа но я не знаю насколько можно верить ей или нет потому что это причина ну она как бы стандартная стандартная да то есть это очень широкая формулировка которая который может миллион разных версий то есть отказали 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 да в общем и вы решили не опускать руки как я понимаю да ты решил не опускать руки и продолжить искать работу да здесь в канаде до решение не опускать руки было ну как сказать первые первые наверное первый момент отказали руки опускаются потому что полтора года некоторых усилий и все это ты понимаешь иди и финансов и и моральных первую очередь и все это идет насмарку ну да и руки опускаются но тут я хочу сказать как бы огромное спасибо своему работодателю потому что в принципе он пришел на помощь и он сказал что готов готов подавать документы повторно готов вносить изменения в эти документы такие чтобы это так как ну чтобы не повторить этот отказ чтобы улучшить нашу позицию улучшить наши состояния в глазах офицера в глазах иммиграционного офицера на самом деле это очень важно вот что друзья мои значит высокая квалификация и профессионализм человека до за настоящими профессионалами за мастерами своего дела работодатели в канаде в америке готовы цепляться да можно сказать они они цепляются и не отпускают этого человека до один раз не получилось работодатель говорит подождите да мы попробуем еще один раз хотя мог сказать знаете да да так что я во всех своих видео уже говорил и говорю и буду говорить то что набирать опыта опыт это самое главное чем выше у вас профессия квалификация тем легче вам будет найти работу и больше шансов что вами кто-то заинтересуется давай немножечко расскажи прежде чем второй раз мы вернемся к этому что за компания где компания компания как я говорю смире сфере производства стали начинающие столешницы из камней это искусственный камень и натуральный камень как правило это столешница как правда кухонная столешница столешницы ванны в каком городе в канаде до города копать находится городе хамильтон ну собственно рядом с ним мы живем и вот все друзья сергей семьей они приехали в город хамилтон да сейчас живут в гримсбе до гримсбе соседний небольшой городок соседи небольшой городок скажи пожалуйста вот сколько по времени вот занимает первый раз вот вы нашли этого работодателя от момента вот находа работодателя вот весь процесс до отказа вот сколько он занял полтора года получается тут момент тоже очень сложный потому что наш весь этот процесс выпал на к вид на то что мы начали процесс до того как начался началась история с этой пандемии началась пандемия все сроки сдвинулись весь процесс сдвинулся ну в общем-то с учетом к вид это заняло у нас наверное порядка пол полутора лет полутора лет это весь пакет документов плюс ожидания плюс от ну результат отказ 1 1 2 1 сколько вы ждали документ когда было быстрее что уже наверное какой-то пакет уже было у вас что-то да ваш был что показать второй раз было уже быстрее плюс уже вот эти к видны ограничения много во многих местах уже сходили на нет уже гораздо проще происходило само сам процесс второй раз наверное у нас заняло порядка от момента подачи от момента второй подачи до приезда наверное заняло порядка восьми месяцев о полгода тире 8 уже такое побыстрее побыстрее скажем теоретически я думаю что если вы первый раз первый первый раз подачи и отсутствие к вида заняло бы примерно такой же самым вообще переезд вот как вы искали квартиру вообще что вы что вы делали вот основной вопрос который встал после того как как нам как нам все одобрили все документы это тот где мы будем жить просто новую билеты билеты понятно пошел в интернет купил но где мы будем жить как после того как приедем тут опять много моментов накладывали еще к видны ограничения сели сели за компьютер стали искать просто по сайтам по сайтам где сдают квартиры канадским сайтом стали искать какие предложения что где как поняли что в какой момент ты обратился к тебе ты посоветовал в хамильтоне особенно в центральной части не 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 соваться не жить там там не очень хорошее место для жизни тем более тем более с семьей с маленьким ребенком поэтому мы стали искать чуть чуть как бы подальше от от хамильтона нашли гримсби на сайте на нашли нашли в гримсби александр посоветовал риэлтора который занимается недвижимостью и собственно нашли нашли риэлтора риэлтору показали вариант который нам нас устроил риэлтору так как находится здесь в канаде связался с собственником квартиры канадским и все получилось все получилось все получилось в каких-то больших проблем мы подали наши документы получили одобрение буквально через пару дней до подписали договор онлайн онлайн и заехали уже прилетели непосредственно сразу с аэропорта заехали в квартиру супер 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 это на самом деле да это было по моему конце декабря до нас это было прямо перед самым новым годом покажется было мы прилетели 30 декабря но на самом деле я сергею он связался он через instagram по моему да написал ну каждый или честный мессенджер да вот я не какой-то не помню же нашли способ связи сергей написал мне говорит так и так и вот я приезжаю мне вкратце рассказал вот это все посоветуй пожалуйста мне какой-нибудь район пригодный для жизни на и и написал мне там часть районов я говорю не не какие часть районов hamilton даунтаун но несмотря на то что там как был есть какие-то удобства там тоже много удобства видим там транспорт хорошо работает да вот в даунтауне мы жили до недавнего времени в даунтауне города хамилтон и ну я говорю для семьи все-таки что-то надо поспокойнее немножечко немножко подальше да и вот я посоветовал рассмотреть гримсби либо стони крик 22 города ну в гримсби вот сергей и семьей пошли себе жилья спасибо александру за за вот это за помощь за тот который за за совет мы низкую вообще не абсолютно не пожалели с выбором каждый раз радуемся каждый раз благодарим также спасибо ему огромное потому что собственно в день в день прилета мы находились на карантине на никуда нельзя выходить я также написал ну что может ли он помочь нам хотя бы просто надо здесь наверно делать дополнение что квартира который мы снимали она она была не мебелирована то есть она была без мебели мы по сути сразу после аэропорта приезжали в квартиру в которой нет ничего ничего и поэтому я александр попросил сказал так и так у нас никаких никаких контактов больше здесь в канаде нет можешь ли ты помочь дать просто элементарно хотя бы матрас на котором наши вот этот карантин проведем а дальше уже сможем приобретать мебель и так далее и он выручил в предновогоднюю так сказать нового года в санта клаус приехал к незнакомым людям достаточно там за 30 километров привез вещи огромное огромное спасибо огромную благодарность не каждый так сделает слушайте друзья на самом деле многие там пишут а там блогеры балаболы да ничем ничего не помогают да просто надо наверное быть культурными и нормально к человеку написать ну все вот по прилету до тебя уже ждал работодатель да то есть ты уже у тебя уже был рабочее разрешение супруги твои далее тоже открытое рабочее разрешение у тебя рабочее разрешение закрыто именно на этого работа на эту позицию конкретно в этой компании опять же прошло уже 45 месяцев ты работаешь в канаде да расскажи вот так сказать ожидание вот что ты ожидал от канады и твои ожидания они совпали с реальностью мои ожидания совпали с тем что здесь совпали я не ожидал чего-то чего-то сверх естественно и также не ждал совсем плохо ну как 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 ждал так и так и получилось так получилось хорошо что ты можешь сказать вообще про работу в канадской компании отличается от работы в русской компании ты в россии работал я нам на мой взгляд все примерно то же самое примерно то же самое возможно чуть больше люди ну как бы беспокоиться в том числе руководство беспокоиться персоны как а персональ как о своем основе работники работа это на законодательном уровне закреплено и я где-то подсознательно наверное сознательно у людей это присутствует вот а в целом все те же самые взаимоотношения между людьми все те же самые рабочие моменты все все то же самое я не я большой разницы не вижу другой язык но люди те же самые ну вот про тебя все понятно да ты как бы оперативно втянулся в рабочий режим да можно сказать такой в общем все практически то же самое различие нет и как бы сориентировался а как вот супруга и ребенок да вот даваясь ребенку он пошел в подготовительную школу да сейчас пойдет в первый класс это сколько-то стоит денег вообще как нет это полностью бесплатно тем кто находится на рабочей визе это полностью это бесплатно это бесплатно да как супруга себя чувствует она не трудоустроилась ну частично это связано из-за бытовых наших проблем много времени проводить с сыном все-таки он в школе находится только половину дня можно вот только полдня частично это связано с ее языковым еще ну кстати говоря вот хороший вопрос назрел до колледж мы уже затронули тему языковых моментов как вот вообще у тебя и на язык таком начальном среднем уровне да я понимаю начальность средний как на работе ты вообще всех понимаешь тебя понимают если какие-то трудности потому что многие люди едут сюда у них язык примерно на таком же уровне а то и меньше стоит ли вообще бояться своего языка там обидеть на работе будут ли как-то плохо относиться из-за того что у тебя там акцент или ты не понимаешь какие-то вещи за за все время работы принципе моя работа как я уже говорил она заключается не только в общении с коллегами зачастую в общении с заказчиками и за все время работы за эти пять месяцев пока я работаю ни один человек мне никакого ни одного замечания не сделано моего языка где-то я что-то не понимал переспрашивал все спокойно вежливо объясняли повторяли говорили как-то чуть более проще по поводу языка это и это кстати очень сильно помогает вновь вновь при приезжем кроме тем кто тебе даже тем чей язык не очень хороший потому что это не не так сказать морально тебя морально поддерживаю подбадривает себя как-то да а вот как вот люди да вот вот вы живете вот в кондо да как я понимаю да вы с кем-то там общаетесь да как вообще люди ну реагируют потому что насколько я знаю гримсби достаточно такой такой провинциальный канадский канадский городок большой городок 30 тысяч там наверное жители да как вот вообще но люди маленького города реагирует на вновь привыкших эмигрантов им интересно с вами пообщаться да я бы сказал что интересно все очень позитивно позиция очень позитивно это не знаю может это особенность канады или что-то такое но вообще хочу сказать не только в нашем маленьком городе но и и даже вот город крупнее город хамильтон как только люди узнают что человек недавно приехал они это как правило слышно и видно все сразу интересуются откуда кто почему как стараются чем-то помочь и и действительно помогают достаточно часто вот я сталкиваюсь с работе просто какие-то элементарные ну просто хоть кто-то хоть кто-нибудь даст бутылочку воды даже вот хочу сказать был один случай что мне же нам же нам женщина просто подарила телевизор узнав о том что мы недавно приехали она спросила а как ваша квартира обставлена я сказал бы еще собственно никак а если телевизор я говорю нет еще телевизор пожалуйста иди вот в ту комнату возьми вот тот телевизор я вам все подарить все так просто только увезите пожалуйста его сами да да только увезите да окей это это вообще все хорошо а скажи вообще сложно в целом организационные вопросы связаны вот например с формой с оформлением банковского счета с оформлением син номера это и нн по наверное да водительское удостоверение вообще ну вот это все это вообще сложно сделается в канаде может ли человек с низкими языковыми способностями это сделать я скажу хочу сказать что в целом это не сложно все по все по каждый из этих элементов делаться достаточно просто но нам какой вот но прибывшим не хватало некой такой обобщенной инструкции в которой бы вот эти шаги были расписаны не за может они существуют эти инструкции может быть мы просто их не смогли найти нам они не попались как вот в объем в огромном объеме информации который приходит пришлось перечитывать приезда но но вот такой вещи конечно не хватало в целом каждую каждую если разобрать по полочкам водительские права этот син банковский счет открыть несложно ты придешь тебе люди все подскажут помогут независимо от того знания языка тебе где-то найдут может и по-русски говорит человек еще как-то объяснишься сделают смогу сможешь но но вот в общем понимание что какие шаги нужно сделать по прилету вот этой конечно информации не хватает насколько я знаю ты уже купил автомобиль до на первых там двух или трех неделях на первом месяце на первом месяце 2-3 недели без машины тут тяжеловать тем более когда ты живешь не ну не в центре города и так чуть-чуть в отдалении без машины можно делать тут нечего ну скажи вот как бы я во многих видео говорил то что в принципе реально купить автомобиль здесь за адекватные деньги скажем так до 5000 долларов да сколько вот ты потратил на свою что за автомобиль ну в двух словах автомобиль достаточно старый это старый старый кроссовер 2005 года обошелся он нам две с половиной тысячи долларов ребят пожалуйста да да машина машина да она бушная да она в поддержанном состоянии но но она работа она съездит мы уже достаточно прилично на не проехали 5 месяцев ездить да ну слушайте поздравляю поздравляю за 200 тысяч это очень очень хорошая так сказать цена да и машина это насколько я понимаю она уже была с сертификатом безопасности сейфти да ее продавали уже мы ее купили у дилера она была никаких 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 других все мы полностью подключились по-моему только за номерные знаки мы заплатили шевроле на какой-то жарли экванокс ну для первой машины в канаде это более она не более чем достаточно да ну я думаю на сегодня мы закончим да потому что вопросов еще на самом деле очень очень много да если мы будем сейчас разговаривать про каждый конкретный вопрос это это можно поговорить кстати говоря может быть когда нить онлайн трансляцию сделаем там через пару месяцев там может зиме да хоть новогоднюю там или там хэллоуиновская онлайн трансляцию да так что так что вот так вот и вопросы пожалуйста задавайте пишите вопросы да я вас опять же поздравляю что у вас так получилось и что у вас процесс вот пошел он активизировался до супруга наталья она учится на бухгалтера да она она была у них тоже большой опыт работы в россии бухгалтером бухгалтером и она здесь решила продолжать продолжать эту работу и сейчас вот обучается куда квалификацию так сказать свой подтверждает все-таки бухгалтеры немножко двух странах отличается все же да вот а сын он пойдет в первый класс так что я его тоже поздравляю друзья напишите свои комментарии опять же лайк этому видео колокольчик в общем всем пока хорошего настроения